Привет, любимый. Привет. Может, сегодня рабочий день? Просто столько людей и не справились. Ужас. Кстати, пробовала тарт. Как тебе? На вкус. Ну да, вкусно. Нормальный такой. Сладенький получился? Да, вкусный. Я не поняла. Это же тарелка из-под тарта. Ну да, так и есть. А ты что, весь съел? Ну, так получается. Как? Как ты мог съесть весь? Я его даже не успела сфотографировать готовым. Как я теперь людям покажу, что у меня получилось? Ну, он меня зазывал, звал постоянно. А когда открыл холодильник, он вообще бросился прямо в меня. Ну как? И вообще, я даже мне ничего не оставила. Капец, я даже не смогла попробовать. Чё, ты я не подумал. У меня есть идея. Стой. Завтра утром мы просто едем в магазин. У меня завтра уже в видео надо выкладывать. Ну, мы рано утром поедем, и вот увидишься, и даже ничего готовить не придется, и времени мы не потеряем. Все будет очень быстро и резко, я тебе обещаю. Доверься мне. Ой, любимая, смотри, смотри, смотри. Ох, как раз ты встанет. Он же похож. Верно, такой, как вот. Знаешь? Сойдет. Радуйся. Всем привет. Меня зовут Диана. Конечно же, тот замороженный десерт никто не покупал, и, понятно, его не готовил. Я успела заранее сделать фотографии готового тарта. Тарт называется кростата. Это итальянский десерт. У меня он более упрощенного варианта. Этот десерт, которым я с вами поделюсь, он более летний вариант. И легенький, сладенький, ну, в общем, как мы и любим. Подготовьте 110 грамм размягченного сливочного масла и немного взбейте миксером на маленькой скорости. Добавьте к маслу щепотку соли и 60 грамм сахара. Взбейте миксером на высокой скорости. Добавьте одно среднее яйцо и немного ванильного экстракта. Если у вас такого нет, то можете добавить ванилин на кончике ножа. Все хорошенько взбейте миксером. В масляную смесь просеиваем 250 грамм муки и замешиваем тесто миксером со специальными насадками. Либо можете сделать это вручную, но тогда муку добавляйте постепенно. Сформируйте шар из теста и заверните в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на час. Тем временем готовим начинку. 130 мл молока разогрейте, но не кипятите. В отдельной посуде хорошенько взбейте 2 яичных желтка с 40 граммами ванильного сахара. Затем добавьте молотую корицу на кончике ножа. И сразу просеиваем 2 столовые ложки муки без горки. Все тщательно перемешиваем ложкой, чтобы получилась однородная консистенция. Теплое молоко добавляем тоненькой струйкой в желтки, помешивая. Затем возвращаем молочно-желтковую массу в кастрюльку и доводим до кипения на среднем огне, давая массе загустеть. Постоянно помешивайте ложкой, от плиты не стоит отходить. Как только масса загустеет, сразу переносим кастрюльку в миску со льдом и продолжаем помешивать. Начинка готова, приступаем к тесту. Подготовьте круглую форму для выпечки, смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Достаньте тесто из холодильника, помассируйте его руками и выложите равномерно вашу формочку. И обязательно формируйте бортики. Перед тем, как отправить тесто в духовку, уложим на тесто кусочек пергаментной бумаги и сверху присыпаем фасолью. Это нужно для того, чтобы наше тесто не поднималось и держало форму. Отправляем наше тесто в заранее разогретую духовку до 160 градусов примерно на 30 минут. Через 30 минут достаем наше тесто из духовки, даем остыть минут 5 и достаем из формы. Равномерно заливаем наше тесто начинкой и выкладываем ягоды по вкусу и по тому, как работает ваша фантазия. Перед подачей на стол тарт лучше отправить в холодильник на часик. Очень простой в приготовлении, но очень изысканный итальянский тарт кростата готов. Ставьте лайк этой летней вкусняшки, подписывайтесь на мой канал и регулярно получайте свою порцию десерта. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях под видео. Приятного вам аппетита и до новых встреч на моем канале!